Рад вас приветствовать. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Сегодня наша тема с вами это алгебра логики. В принципе, это математика, а не программирование. Но она, всем не менее, это раздел математики традиционно и в школе, и в вузах часто включается в информатику. Отдельно логика проходилась в Советском Союзе. В России был такой опыт, были учебники, логика. Но сейчас как предмет ее практически нигде не проходит. Мало мест, где изучают формальную логику высказываний. Но мы сужаем логику до алгебры логики. А именно, мы не разбираем с вами атомарные высказывания. Сейчас я начну вводить плавно термины. Итак, я не буду сейчас опять же обращаться к истории, но логика началась где-то там, от Аристотеля, от древних греков. Чем для нас важны древние греки? Это люди, у которых очень сильно рациональное начало. И у них достаточно четкое представление о высказываниях. Они либо правда, либо неправда. Понимаете? То есть есть понятие правда, или истина, даже лучше написать. Потому что правда тоже другое будет. Истина и ложь. И каждое высказывание, которое человек говорит, оно либо истинно, либо ложно. В этом смысле индийская традиция мышления, она совсем другая. Там есть высказывания, которые одновременно не истинны, не ложны, и истинны, и ложны. Но вот мы с вами следуем древнегреческой логике, в которой любое высказывание, либо истинно, либо ложно. Сами высказывания бывают записаны, я обозначу буквой А, на различных языках. Я вот так в кавычках обозначу. Ну, например, 2 плюс 2 равно 4. Человек, который не знает арабских цифр, не знает того, что мы вот так пишем равно. Кстати, значок равно появился не так уж давно. По крайней мере, вот такой. Раньше просто писали equal, да, равно. Вот по-другому его обозначали. Но сейчас традиционно вы умеете понимать, вы знаете арабские цифры, вы понимаете, что тут написано. Как вы считаете, высказывание истинно? Так, отлично. А вот такое высказывание, 1 плюс 1 равно 1. Высказывание истинно? Вроде бы не в этой вселенной. Ложно. Не в этой вселенной, да, говорите? Ну, или не в этой математике. Вопрос, на каком языке мы читаем высказывание, тоже очень важен. Некая понятийная система или аксиоматическая система, на которой высказывание записывается. Причем, более того, есть высказывания, которые являются, ну, они очень часто рассматриваются вне какой бы то ни было системы, или людьми, которые мыслят по-разному. Ну, например, такое высказывание, как «Бог есть». Я сейчас не буду рассуждать и ввести религиозные диспуты, но в аксиоматической системе человека верующего это утверждение истинно. Да, в аксиоматической, если только рациональную сейчас часть брать, да, не будем ни во что вдаваться. Если брать атеистическую логическую систему, да, аксиоматическую, то, соответственно, это утверждение аксиоматически ложно. Да, и, соответственно, возможно ли вообще диспут между этими системами, это еще отдельный вопрос. То есть, да, вот различная математика, как и различные философские системы, они сталкиваются с, ну, с некоторой проблемой. Соответственно, вопрос вот в чем, что алгебра, логики, в ней намного больше алгебры, чем того, что под логикой подразумевали древние. Сейчас мы на языке логики тут выстроим единственную истинную концепцию мироздания. Но, между прочим, это дожило, вот это единственная истинная концепция мироздания, дожило до начала 20 века и до теоремы Гёделя, на которой она благополучно и закрылась. Ну или, короче говоря, абсолютная истина, да, она невыразима на, ну, там можно это сформулировать там конкретно. Ну или, скажем так, любая система аксиом, она либо неполна, либо противоречива. Неполна, то есть на ней можно сформулировать высказывания, которые невозможны, не доказать, не опровергнуть. Вот, но один из таких великих философов, который оставил наследие большое, вот такой вот томик истории философии западной, Бертран Рассел. Он был, собственно, логиком, строчил на языке алгебрологики, там переписывали всю математику, всю науку на языке алгебрологии, это не получилось. Тем не менее, как и теория множества, вы, наверное, знаете, что в теории множества есть парадоксы. Кто-нибудь знает? Ну, есть парадокс Рассела, есть... Парадокс Бородобрея я не скажу, это парадокс Рассела, по-моему, как раз. Вот, а есть, ну, у Рассела несколько парадоксов есть. А есть, этот, по поводу множества, множества обычных множеств, которое само должно являться то ли необычным, то ли обычным, и там возникает противоречие неразрешимо. Короче говоря, есть в математике теории, которые, если применять их слишком общо, они приводят к противоречиям. То есть, ими нельзя пользоваться универсально. И алгебрологики, она заняла свое определенное место. Или, короче говоря, мы с вами сейчас не будем уходить в попытку построения единственной истинной системы. Более того, мы не будем сейчас вникать в попытку алгебрологики проникнуть внутрь так называемых атомарных высказываний. А это атомарные высказывания. Атомарные высказывания. Соответственно, раз есть атомарные, значит, есть и составные. Есть и составные. И вот, собственно, алгебрологики работают с составными высказываниями. Какие именно? Ну, первое, это отрицание высказывания. Простейшее атомарное высказывание. Оно, соответственно, истинно ровно тогда, когда высказывание ложное. И наоборот, ложное тогда, когда высказывание истинно. Какая следующая есть операция логическая, которая может позволить создавать составные высказывания? Это операция И. Операция И. И, соответственно, она объединяет два атомарных или составных, может быть, даже высказывания. То есть уже, может быть, B там тоже составное внутри. Но, например, из атомарных можно это сделать. Давайте пока что двинемся дальше, потому что будет некий формат, в котором мне будет удобно обсуждать, когда что истинно, а когда что ложно. Это А или, А или, Б. Но есть еще кое-что интересное. Есть операция импликация. Она называется словом импликация. Я вот тут ее напишу. На самом деле у каждой из этих операций есть название. Инверсия, конъюнкция, дизюнкция. Инверсия, я думаю, что эти термины могут быть вам не нужны сильно. А вот импликацию я все-таки назову. Импликация или следование. А здесь я нарисую, что она подразумевает. Из А, соответственно, следует B. Ну, есть разный вариант обозначения. Вот так вот пишут или вот так вот пишут. Но обычно, поскольку мы ее часто используем при рассуждениях, там, система, следовательно, какая-нибудь система, то при рассуждениях обычно записывают вот так. А когда нам нужно записать высказывание логическое, то как раз вот так обычно записывают. Ну, и так, и так можно. И еще одна, как раз я упомянул алгебру обычную, алгебру, в которой вы как раз там систему уравнений приводили друг к другу. И вам было очень важно, что вы не просто следствие сделали. Ну, взяли уравнение и возвели в квадрат. Было, не знаю, x равно 2. Возьмем, возведем в квадрат это дело. Ну, в смысле, вот и левую, и правую часть. Да, x квадрат равно 4. Эквивалентно? Нет, я получил следствие. То есть у меня из этого следует вот это, но это не эквивалентно тому. Что это значит? Что у меня может быть такая ситуация, когда вот это высказывание истинно, а вот это высказывание при этом ложно. Да, и я обретаю новые корни. Ну, вы знаете, да? А мы как раз работали с эквиваленцией. То есть мы пытались строить эквивалентные друг другу высказывания. Эквиваленция. Она записывается как А эквивалент на Б. Опять же, можно записывать с одинарной, можно с двойной. Есть еще одно обозначение, просто А равно Б. Если я буду работать с логическими значениями истина-ложь, то, соответственно, истина равно истина, ложь равно ложь, истина не равно ложь. Логично? Так, ну и есть еще кое-что интересное, давайте дальше будем обсуждать. Вопрос интересный вот в чем. Оказывается, представьте себе, если я вот в этой алгебре, новой для меня, обозначу истину за единичку, а ложь за нолик. А это очень удобное обозначение. Не обязательно, но очень удобное. Оно общепринятое. В ЕГЭ по информатике так, в учебниках по информатике так, ну и, собственно, в языках программирования тоже так. То есть они не равны на самом деле, но если мы хотим сделать, посмотреть численное значение, логического значения, то оно будет, соответственно, ложь. Ноль, единичка, истинная единичка. Так, что произойдет дальше? Представьте себе, если я рассмотрю некую функцию, функцию, да, от логической переменной. В математике, в алгебре и началах анализа, на исследовании функций, непрерывные, дифференцируемые, там такое, такое, классы, да, там очень много чего построено. Вы практически год их изучаете. Сейчас мы посмотрим на то, как это устроено в алгебре логики. Любая функция является отображением множества на множество. Правильно? Область определения множества значений. Если это логическая функция одного логического переменного, то у этого х может быть какие значения? Ноль и один. Правильно? То есть у логической функции одного переменного всего два потенциальных значения в области определения. И она принимает логические значения, то есть либо ноль, либо один. Ну давайте график этой функции нарисуем сразу. Произвольный практически, да. Давайте в нуле, вот ноль, один. В нуле ноль, в единичке ноль. Вот такая функция. Ну я ее точечно рисую, потому что она не непрерывная. Просто ноль, ноль. Все, график функции нарисован. Ну это какая функция получается? Которая тождественная, да. То есть f первая от х, она у нас тождественная ноль. Да? Тождественная ноль. Так, f2 от х, это у нас что будет? Ну какую следующую возьмем? Ну давайте тождественную единицу. Тождественная единица. Функция константа, которая от ха не зависит. Может быть такая функция? Может быть такая функция. Третий вариант. Это функция, которая просто равна ху. В нуле ноль, в единичке единичка. Ну и самое сложное среди них, среди функций одного переменного, это функция, которая как раз не х. Согласитесь, писать русские слова внутри формул как-то неприятно. Хотелось бы ввести математические обозначения, как есть для импликации эквиваленции. Ну чтобы не писать, как это там в девятом классе в ОГЭ. Понимаете? Ну кто-то изучал это в школе. Есть в формальной алгебре логики вот такое обозначение. Не а. Унарный оператор не обозначается вот так. Мне не нравится это обозначение. Мне нравится вот такое. Черта над высказыванием. Отрицание. А. То же самое, что не а. То есть вот просто вариант записи. Операция и. Опять же, в формальной алгебре логики есть вот такой вот значок. Ну, если я вам напишу, как записывается или, то вы поймете, почему тоже он мне не нравится. Это или, это и. Их очень легко перепутать и запоминать лишние операции. Мне нравится вот такое обозначение. И называется логическим умножением или называется логическим сложением. Или это логическое сложение. Ну так его назвали. Понятно? Так вот, я, собственно, вот здесь запишу, что. Вот это четвертая функция, у которой единичка в нулике единичек, в единичке нолик. Да, как бы вот. Вот такая. Это как раз самая сложная функция одной логической переменной. Да? Отрицание икса. Все, мы изучили функции одного переменного. То есть их дальше изучать неинтересно. Их четыре штуки. Давайте сразу зададимся вопросом, а как нам сейчас быстренько прикинуть количество функций двух переменных. Давайте сделаем следующее. Я запишу следующий заголовок сразу. Таблицы истинности. Таблицы истинности. Допустим, у меня есть x, y и некая функция от x, y. Логическая. Сколько всего возможных состояний у x и y? Ну, логично, да? По комбинаторике перебираем. Для нуля – ноль, для нуля – единичка, для единички – ноль, для единички – единичка. Те, кто знают двоичную систему счисления, скажут, что Тимофей Федорович двухбитовые числа перебрал от нуля до тройки. Но про них будет еще отдельно. Речь у нас про систему счисления. Следующая лекция. Итак, соответственно, вопрос, сколько функций разных я могу впихнуть вот в эту таблицу. Кстати, еще раз вернемся к заданию функции. Табличное задание функции вещественного переменного, да и натурального тоже, невозможно. Потому что область определения бесконечна. Как только область определения бесконечна, мы не можем для каждой точки таблично просто задать, чему равна функция, правда? Поэтому табличные функции являются неким приближением реальной функции. Нужно интерполировать. Кто-нибудь слышал про таблицы Брадиса? А в руках держали когда-нибудь? Вот у нас не было в школе… А, ну такую я не видел. У нас в школе были методички такие потоньше. Но не было у нас логарифмических калькуляторов. Нам выдавали каждому таблицы Брадиса, а после урока собирали. Ну вот, а в данном случае область определения у нас для функций двух переменных, она содержит сколько? Ну, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, да? То есть 4 точки. Ну и нам просто в каждой точке нужно задать, чему будет равна функция, нолик или единичка. То есть у меня тут два варианта выбора функции, да? Два варианта тут выбора ноли, два тут, два тут, два тут. По правилу умножения комбинаторики я получаю, соответственно, два в четвертой. Ну или, если это дело расшифровать, то получается, что количество строк у меня здесь будет. Сколько строк? Два в квадрате. Два варианта здесь и два варианта здесь. Ну сколько всего двоичных чисел можно записать? Ну я отошлюсь как бы к теме следующей лекции. Если кто-то не знает систему числения, то будет непонятно. Но вот тем не менее, сколько вариантов, если у меня тут ноль или единица, и тут ноль или единица, сколько вариантов я могу комбинации ноликов и единичек написать? Ну 2 тут умножить на 2 тут, правильно? Четыре варианта. Ну или получается, что 2 в степени 2. Если у меня будет 3 логические переменные, то сколько строк у меня возникнет? Ну очевидно 2 в кубе, правильно? То есть у меня здесь 2 в квадрате в квадрате, да? То есть таких функций у меня сколько? Получается 16 штук, да? 2 в четвертый, 16 штук. 16 штук функций двух переменных. Правильно? Ну а логических функций трех переменных можно уже поупражняться. Там получится сколько? Да, n функций трех переменных. Получается 2 в степени 2 в степени 3. Да? Ну или 256 штук. Ну нам это сейчас уже не очень понадобится, но там понятное дело, что количество разных функций уже растет. Логические высказывания, задающие эти функции, могут быть достаточно длинными, может быть сложными. Правда, мы сейчас пока не обсуждаем, как их записывать. У нас есть кое-какие операции, да? Мы вот кое-какие условно-примитивные назвали. Кстати, между прочим, вот это вот, вот это вот, и вот это вот, и вот это вот, и вот это вот. Это что такое? Это логические функции двух переменных. Четыре функции из 16 штук мы узнали. Ну я вот эти вот 256 сотру, это так упражнение, да? Из них 4 мы уже знаем. Правильно? Так, окей. Значит, из них 4 знаем. И сейчас мы их запишем как раз вот в таком табличном виде. Понятно? На самом деле, кроме этих четырех, мы можем добавить еще плюс 2 тривиальные. Тождественную ноль и тождественную единицу. Понятно? Иногда называют функцию логическую, которая тождественная единица, говорят тавтология. Ну как бы всегда истинная. А ноль тождественную противоречен. Это уже красивые слова. Тождественную ноль. Итак, давайте с вами попишем разные функции двух переменных. Итак, x, y и x умножить на y. Ну, x и y. Собственно, то, что оно называется умножением, сразу подсказывает, как тут надо записывать. Ноль умножить на ноль, ноль умножить на один, ноль. Один умножить на ноль, ноль. И только один умножить на один, это один. Ну, например, да, василиса прекрасная умная и василиса прекрасная красивая. То есть она для того, чтобы это высказывание было истинным, очень важно, чтобы оба высказывания были истинными. Правильно? Ну, если там, не знаю, баба-яга умная истинная, и баба-яга красивая. Вторая часть высказывания, она обнулила первую истинную. Понятно? Так, второе. Я вот так продолжу, чтобы мне не переписывать вот это. Вот я продолжу вот здесь писать значение, соответственно, x или y. x или y. Итак, поехали. Например, 2 плюс 2, 3, или 2 плюс 2, 5. Ложное высказывание, да? Сегодня идет снег или сегодня нет дождя. Ну, сегодня нет дождя, да? Или, допустим, сегодня солнышко. Ложное или истинное будет истинным. Ну, или, короче говоря, 0 плюс 1 равно 1. Да? Очевидно, что наоборот 1 плюс 0 это 1. А вот дальше возникает такой вопрос. Я говорю, грядку вскопал Вася или грядку вскопал Петя? Подождите, ну кто-то же один из них, допустим, вскопал. А если это, допустим, Вася, то да, Петя, то да. А если они вдвоем вскопали? Ну, или, например, Вася вскопал, а потом еще Петя вскопал. Оба высказывания истинны. Как в этом случае? Ну, возникает ощущение того, что я соврал, да, или что-то недосказал. Вот есть такое. В естественных языках редко различается или нестрогое, или строгое. Обычно для этого есть интонация. Говорят, или Вася, или Петя, но не одновременно, да? Пригласи на день рождения или Машу, или Лену, но не одновременно. Да? А в данном случае нестрогое. То есть для или математического нам важно определиться, ноль или один. Получается, что один плюс один равно один. То есть вот это высказывание, которое я вначале написал, будучи воспринято на языке алгебры логики, которую мы, собственно, проходим, оказывается истинным. Понятно? Какая в этом есть логика? Нет чисел больших единиц. Нельзя быть истиннее, чем истина. Если высказывание истинно, то уже все. Выше подняться нельзя. Поэтому один плюс один мы как бы в потолочек упираемся. Но, тем не менее, есть и другой вариант. Это так называемое исключающее или. Его еще называют ксор. Его еще называют ксор, и оно отличается только в одной строке. А вот здесь ровно наоборот принято решение. Оно, давайте вот здесь напишу. Вот здесь вот. Ксор. Его еще называют исключающее или. Его еще называют сложение по модулю 2. Давайте вот здесь. Ксор. Исключающее или. Это все про одного и то же. Исключающее, исключ или. Еще его называют сложение по модулю 2. По модулю 2. Ну, это относится вот к этим кольцам вычетов по модулю 2. Там как раз получается 1 плюс 1 равно 1 в кольцах вычетов. Поэтому это очень адекватно математике. Итак, ну вот так обозначается плюсик в кружочке. Теперь давайте с импликацией. Значит, х, следовательно, у. Смотрите. Я приведу такой пример, чтобы вы почувствовали, что это означает. Возьмем какое-нибудь высказывание. А давайте с простых вещей. Из истины следует истина. Ну, например, 2 плюс 2 равно 4. Следовательно, 4 плюс 4 равно 8. Ну, я умножил на 2 левую и правую часть. Мои рассуждения. Ну, сейчас неважно, как я это сделал. Но это истинно, это истинно. Моя импликация, то есть мое следование истинно. Когда вот здесь мы будем писать нолики и единички, это не говорит ни о посылке. Левая часть импликации называется делимая-делитель. Вот здесь посылка-вывод. Вот как уделение делимая-делитель. Посылка. Почему посылка? Предпосылка. То есть исходное начало рассуждений. Предпосылка рассуждений. Вывод рассуждений. Так вот, я буду записывать ноликами и единичками истинность рассуждений. Если я начал с истины, пришел к истине, то рассуждал я хорошо. Молодец. Начал с 2 плюс 2 равно 4, пришел к 4 плюс 4 равно 10. Двойка мне. Нолик. А если я начал с 2 плюс 2 равно 5 и рассуждал 4 плюс 4 равно 10? Ну, вам, наверное, подсказывает ваша логика, что рассуждал-то я правильно. То есть, если я начал с ложного высказывания и пришел к ложному, то я в этом не виноват. А если я начал с ложного высказывания, а приду к истинному? А? А давайте сейчас попробуем. Вот смотрите, 2 плюс 2 равно 5. Вы знаете, что по транзитивности я всегда могу сказать 5 равно 2 плюс 2. Правильно? По этому, как называется, коммутативность. Правильно? Правильно, что в обе стороны равно. Но я сейчас не буду делать длинных рассуждений, прибавлять, вычитать и так далее. Я сейчас скажу так. Смотрите, здесь левая а равно b, а b равно c. Вот тут как раз транзитивность называется. Если а равно b, то b равно c. Я получаю из вот этого вот такую тофтологию. 2 плюс 2 равно 2 плюс 2. Ну, тофтология может и тофтология, но это истина. Понимаете? На самом деле, конечно, если начинать с вот такого ложного высказывания по отношению к арифметике, то и прям вот начинать доказательно рассуждать, то можно прийти к тому, что все числа равны друг другу. Я когда-то упражнялся давным-давно в таком интересном логических высказываниях. Но если мы начинаем с ложного высказывания, мы можем логично прийти к истинному высказыванию. Это надо знать. Поэтому из лжи может следовать истина. Здесь есть очень важное заключение, которое относится к мировоззрению. Я вам сказал, что не может алгебра логики и не должна заниматься мировоззрением. Она может помочь делать высказывания в какой-то аксиматической системе. Вот мы выбрали какую-то планиметрию Евклида и поехали. Лобачевского и поехали. Можно строить, делать рассуждения. Но, тем не менее, один мировоззренческий вывод я вам могу подсказать, к которому я пришел как раз из логики. Человеку вообще хочется построить какую-то систему понятий в себе. Это правильное стремление. Но представьте себе, что вы в вашей аксиматической системе допустите какое-то ложное высказывание. Я вот таким кружочком нарисую. Ложное высказывание. Сейчас поясню. Соответственно, из истинных высказываний следует только истинный. Ну и вы строите умозаключение. У вас есть какие-то высказывания, которые вы на своих аксиомах построили из выбранных принципов. Ваша позиция. Вы пришли к тому, что надо заниматься здоровьем, надо заботиться о ближнем, слово надо держать. Не знаю, на основе каких-то базовых принципов. А есть какое-то ложное высказывание. Я не буду никакого примера приводить. А, сейчас приведу пример один интересный. Так вот, оказывается, что из ложного высказывания вполне себе могут следовать истинные выводы. Вполне себе могут следовать истинные выводы. Но могут и ложные. И когда это выстрелит у вас, вы этого не опознаете. То есть у вас в системе вполне могут быть много истинных выводов. И у вас может возникнуть ощущение, что исходные посылки, вроде как все истинно, вы не замечаете лжи. Вроде как все истинно, и говорите, значит, истинная аксиоматика. Это не так. Это не так. Лобачевский очень долго копал и искал противоречия, пока не дошел. Но я вам такой жизненный пример приведу. Представьте себе, ну, одна из самых убойных сект религиозных, секта Рона Хаббарда. Эти саентологи, она же дианетика. Но вот там такая жесть, что страшно, перегруз терминов, человека такими наукоемкими терминами с совершеннейшим бредом загружают. Но он начинает мыслить, что уже не может с людьми нормально общаться. Так вот, Рон осуществует тетаны, инопланетные цивилизации, можно управлять миром вокруг вас. Рон Хаббард – пророк, условно. И вам показывают какую-нибудь методичку, вы читаете, вроде все правда. Надо чистить зубы. И там много-много истинных высказываний, то есть там надо заботиться о здоровье. А еще Рон Хаббард – пророк. Вы говорят, ну вы же видите, это же следует из вот этого постулата. Значит, это все правда. Вот человек, который не знает алгебрологики, скажет, да. Вот если я вам, как сказать, вот возьму вот так вот и скажу, ну 2 плюс 2 равно 2 плюс 2, разве вы будете с этим спорить? Значит, 2 плюс 2 равно 5. Поняли? Но чтобы вы не были доверчивыми слишком сильно и понимали, что посылка не следует из вывода. Понятно? А эквивалентность – это обязательно, соответственно, импликация и туда и обратно. Ладно. Значит, я вам рассказал это дело. Эквиваленцию написать. Написать. Х равно у. Все тривиально. Там, где они равны друг другу, там истина. Там, где не равны, там, соответственно, ложь. Кстати, обратите внимание. А что, если я сейчас возьму эквиваленцию и ее отрицаю? Х не равно у. Антиэквиваленция. Можно так сделать? Можно. В ЕГЭ по информатике есть такой значок. Ну что, там, где единичка, там нолик. Там, где нолик, там единичка. Опа! Узнаем. Да? А я уже сказал, что КСОР – это исключающее или сложение по модулю 2. И еще одно имя у него – это антиэквиваленция. Антиэквиваленция. Итак, теперь непраздные рассуждения. Дело в том, что алгебра логики, почему настолько нам интересна? Именно она заставляет работать наши компьютеры. Существуют разные системы простейших операций, которыми можно выразить любое логическое высказывание. Но я сейчас вам покажу систему и или не. То есть первые три оператора составят у нас полную систему, достаточную для того, чтобы записать любое высказывание. Понятно? Вот этого нам будет, вот этих операций будет достаточно для записи высказываний. Как я это вам сейчас покажу и докажу? Я опишу дизъюнктивную нормальную форму. Дизъюнктивная нормальная форма. Всегда ли мы по функции можем сказать выражение, которым оно записывается? Ну, в обычной алгебре далеко не всегда. Ну, бесконечно дифференцируемые функции в ряд Телла раскладываются. Это, конечно, хорошо, но какую-то формулу, да, можно ряд Лагранжа попробовать выписать. Но там невозможно. Функций бесконечно много. А здесь есть две дизъюнктивная нормальная форма, конъюнктивная нормальная форма. Это две традиционные формы записи любой логической функции. Давайте какой-нибудь конкретный пример. Так будет живее и понятнее. Допустим, функция трех переменных. У нее будет всего лишь 8 строчек. С ней мы нормально успеем все обработать. 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 1. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0. И 1, 1, 1. Других состояний переменных быть не может. Давайте придумаем какую-нибудь функцию. Я не буду писать сейчас x, y, z. Понятно, что от x, y, z это функция. Давайте сочинять. Давайте. Нолик или единичка? Единичка. Вы? Нолик или единичка? Нолик. Нолик, хорошо. Вы что скажете? Нолик или единичка? Давайте быстрее, ребят. Нолик. Нолик, отлично. Единичка. Отлично. Так, дальше. Еще одна. Еще одна. Давайте под две единицы одного человека не принимаю. Кто еще скажет? Давайте. А? Нолик, хорошо. Нолик. Так. Единица. Единица. Но я вам скажу, что в случае, если единиц меньше, чем ноликов, дизъюнктивная нормальная форма подойдет лучше. Собственно, меня будут интересовать вот эти как раз три единицы. Ничего страшного, если бы их было четыре. Что я сейчас сконструирую? Я сейчас сделаю три простейших логических функции, каждая из которых… Давайте я сразу скажу, что я сделаю. Я создам три логические функции. f1 плюс f2 плюс f3, каждая из которых истинно, ровно в одной строке. f1 будет истинно вот в этой строке, во всех остальных ложных. То есть при всех остальных комбинациях x, y, z, она будет ложных. Дальше. f2 будет истинно вот в этой строке, во всех остальных ложных. И f3, соответственно, вот в этой строке будет истинно, во всех остальных строчках ложных. Ну и очевидно, что 1 плюс 0 плюс 0 как раз даст мне единичку. Правда? Логично? Да? Как раз 0 плюс 0 плюс 0 даст мне 0. Да? 0 плюс 1 плюс 0 как раз даст мне единичку. Логично? Ну, есть некоторые вещи, которые мне еще вам надо написать. Собственно, законы алгебрологики, но в данном случае пока что и без них можно обойтись. Что такое 2 плюса подряд? Ну, это сложить, а потом еще сложить. Ну, в смысле или, а потом еще или. Я сейчас покажу, почему я скобки могу не ставить. Но это к делу сейчас не относится. Через пару минут. Так вот, понятно, да, что тут произойдет сейчас. А теперь давайте запишем, сочиним и запишем такие функции, которые это дело как раз реализует. То есть дело за малым стало. Вот эти вот функции придумать. А какая функция у нас, какая функция у нас истинна при одном конкретном сочетании переменных? Какая? Это произведение. То есть вот функцию, которая бы дала мне единичку вот тут, а все остальные нолики, я бы как раз легко написал. Это x умножить на y умножить на z. Любой из них будет 0, и он занулит логическое i у всех трех высказываний. Понятно? А надо, чтобы все три были истинными. То есть x равно 2, x равно 0, y равно 0, и z равно 0. Значит, понятно, да? Так вот, как мне это сделать, чтобы оно именно вот так было? Ну, ответ. Я могу взять их и отрицать. То есть я могу взять эту функцию и написать как отрицание x. Там же 0 стоит. И мне надо, чтобы в этой строке он стал единичкой. Да? x с отрицанием. y раз тут 0, значит, с отрицанием. И z раз тут 0, тоже с отрицанием. То есть отрицание x умножить на отрицание y умножить на отрицание z получается как раз той самой функции, которая истинна там, где x ложный, y ложный и z ложный. Вопросы есть? Понятно? Вторая функция. Я опять же смотрю внимательно на вот эту строчку и говорю, так, x мне надо отрицать, а y и z как раз не надо. Их надо ставить без отрицания. Отрицание x умножить на y умножить на z. И, соответственно, что у нас получается здесь? x и y отрицается, а z остается прежним. x с отрицанием умножить на y с отрицанием умножить на z без отрицания. Ой, точно, простите, пожалуйста. Все ровно наоборот. z с отрицанием, а z без отрицания. Дальше возникает вопрос. Я создал выражение, которое соответствует вот этой таблице истинности. То есть мне понадобилась вот такая логическая функция. Пожалуйста, вот ее выражение. А можно ли записать это выражение покороче? Можно ли его упростить? И на этот вопрос нам ответят законы алгебрологики. Законы алгебрологики. Первые простейшие законы – это законы взаимодействия с константами. Их даже законами стыдно называть. Они напрямую следуют из таблиц истинности. Впрочем, все эти законы, опять же, в связи с ограниченностью областей определения, их можно доказывать перебором. Классно, тоже детство. Раз, перебрался вариант, и все, и доказал. Жаль, нет ни одной сукой тряпки. Не могу высушить доску быстро. Видно? Хорошо. Я не буду писать законы алгебрологики. Просто законы. Итак, первое – это взаимодействие с константами. Итак, 0 плюс х равно х. То есть, ложь или нечто равно нечто. Один или нечто равно 1. Истиннее, чем истина, быть нельзя. Ложь и нечто – это ложь. Прошу прощения. Истина и нечто равно нечто. Все тривиально, совпадает с математикой, легко запомнить. Взаимодействие с константами. Дальше. Простые. Я их называю простые. Простые. Первое. Закон повторения. А умножить на а равно а. А плюс а равно а. Ну, тут почему понятно. Для единички и для нолика это вообще очевидно. Для нолика это правда. А для единички, ну, с пониманием единички логическим, как мы уже договорились, да? 1 плюс 1 равно 1. То есть, мы перебрали два варианта. И там, и там истина. Но если мы вдруг встретим в логическом высказывании две повторяющиеся части через и, то мы одну из них просто выбрасываем. Далее. Это закон, как он называется, третий лишний. Третий лишний. А плюс не а равно 1. Ну, что это значит? Говорят, 2 плюс 2 равно 4. 4 или 2х2 равно 4 или 2х2 не равно 4. Или идет дождь. Да? Или не идет дождь. Ну, третьего не дано, правда? Не может же и не идти, и не идти до времена. Такое, наверное, в индийской логике может. Итак, а умножить на не а. Да? В данном случае у нас где-то прячется ноль. В любом случае занулиться. Так, среди простых есть один такой тяжеленький. А именно, а умножить на а плюс b равно а. А плюс а умноженное на b равно а. Называется закон поглощения. Закон поглощения. Не вполне очевидно, но легко доказать. Представим себе, ну, во-первых, вот этот легко сведется к вот этому. Если сейчас я напишу дистрибутивность, скажу, что дистрибутивность работает, то вы поймете. На самом деле, и тот, и тот легко доказать перебором. Допустим, а равно нулю. Ноль плюс ноль умножить на нечто. Ноль. Единичка. Тогда единичка плюс уже не важно что. Потому что единичка плюс что угодно уже единичка. Доказали? Все, доказали. Ладно, этот я пока не буду доказывать. Давайте следующие законы. Свойства логических операций. Свойства и и или. Ну, понятно, и в кавычках, да? Итак, первое. Это ассоциативность. Или, короче говоря, А умноженное на Б умноженное на С. А и Б и С с результатом А и Б. Это то же самое, что А, И, Б и С. А значит, скобки можно не писать. В этом случае мы можем просто записывать А умноженное на Б умноженное на С. Надо сказать, что не для всех алгебр это работа. Это не работает где? В векторном умножении это не работает. Правильно? А, вы еще не знаете. Ну, подождите. Знаете. Где еще не работает? В матрицах. А вот, по-моему, работает в матрицах. И эта ассоциативность в матрицах работает. Коммутативность там не работает. Короче. Ну, и как для И, так и для ИЛИ это дело работает. То есть А плюс Б плюс С. Скобки можно не писать, потому что неважно, в каком порядке мы будем это дело записывать. Так. Значит, следующий закон это у нас коммутативность. Коммутативность, то есть А умножить на Б равно Б умноженное на А. Ну, здесь понятно, да. В каком порядке не говори. Баба-Яга умная и Баба-Яга красивая. Баба-Яга красивая и Баба-Яга умная. Неважно. Да, и то же самое для ИЛИ. А плюс Б равно Б плюс А. А вот есть еще один. Дистрибутивность. Ну, давайте его запишем. Соответственно, это будет что? А умноженное на Б плюс С. Можно ли раскрыть скобки? Ну, нам само обозначение операции подсказывает, что, наверное, можно. По крайней мере, очень хочется, да? Ответ. Да, можно. То есть А, И, Б или С в скобках. Это то же самое, что А, И, Б или А, И, С. Кстати, я это воспринимаю как должное, как само собой разумеющееся. Но приоритеты операций И и ИЛИ именно такие, как умножение и сложение. То есть у И более высокий приоритет, а у ИЛИ приоритет пониже. Понятно? Поэтому, если я напишу вот так, то есть я напишу А плюс Б умноженное на С, то я вначале должен буду И сделать между Б и С, а потом сделать ИЛИ с А. Понятно? Это совсем не то же самое, что А плюс Б, а потом и С. Ясно? Так вот, смотрите. Давайте сейчас я утрирую и поставлю скобки. Глупо, да? Но я поставлю. А теперь смотрите. Помните, я нарисовал значки, вот эти вот галочки? Да? Вот такая, вот такая для И и ИЛИ. Давайте временно перейдем к ним. Временно перейдем к ним и запишем вот эту дистрибутивность в галочках. А, И, Б или С равно А, И, Б или А, И, О, прошу прощения. Или А, И, С. Запишем это, вот это вот высказывание в галочках. А, ИЛИ, Б и С. Видно все, да? Все понятно? Похоже, ну, галочки ровно наоборот, да? А теперь смотрите, я сейчас возьму и переставлю, перепишу вот это высказывание, переставив галочки ровно наоборот. То есть я скажу, что А или Б, переворачиваю вот эту галочку, И, А или С. Когда закон дистрибутивности записывается вот в этих обозначениях формальной алгебры логики, высказывания, а не в математических плюс-умножить, то ни у кого не возникает парадокса в голове. А вот если я сейчас перепишу это вот сюда и скажу, это равно А плюс Б, умноженное на А плюс С, то у вас возникнет ко мне вопрос. Вы скажете, Мафе Федорович, что-то странное. А плюс Б, умноженное на С, скобки я теперь сниму. А плюс Б, умноженное на С, казалось бы, упростить нельзя, невозможно ничего с ним сделать, раскрыть. А в алгебре логики я могу сделать дистрибутивность умножения относительно сложения. Понятно? То есть и в ту, и в другую сторону можно дистрибутивность прогнать. Или наоборот собрать. Я легко могу это доказать следующим образом. Дело в том, что если я это дело раскрою, то у меня потом по закону поглощения, у меня оттуда уберутся Б, умноженное на А, и А, умноженное на С. Понимаете? Вот раскрыть это там будет в произведении. Я сейчас еще раз раскрою дистрибутивность. У меня получится А, умноженное на А, по закону, как называется, повторение. Это просто А. А, умноженное на С, и Б, умноженное на А. То, что то же самое, что просто А, умноженное на Б. То есть у меня А плюс А, умноженное на Б, плюс А, умноженное на С, плюс Б, умноженное на С. И у меня, благодаря закону поглощения, вот эти два слагаемых просто исчезают, и я прихожу к этому. То есть доказать можно это дело, ну можно, конечно, и перебором доказать, только тут перебирать уже довольно много, ноликов и денечек, я не буду. Ну, в общем, дистрибутивность работает и в этом направлении тоже. Ну и еще парочка волшебных законов, они называются законы Де Моргана. Их обязательно надо знать, они часто встречаются по жизни. Де Моргана, законы. Это законы отрицания И и ИЛИ. А что будет, если я делаю А плюс Б под отрицанием? Баба-Яга умная или Баба-Яга красивая? Неправда. Что это значит? Это значит, что Баба-Яга неумная и Баба-Яга некрасивая. Ну, глупая Баба-Яга попалась. Я говорю. Баба-Яга умная и Баба-Яга красивая. Неправда. Что это означает? В этом случае или Баба-Яга неумная, или некрасивая. Ясно? То есть она может быть либо неумной, либо некрасивой. Одного уже достаточно. У меня есть такая мультяшная версия, запомните это дело. Когда крыша между ними ломается, то кусок крыши падает и меняет знак. Ну, или, короче говоря, когда НЕ раскрывается сквозь скобки, то он не только падает к каждому из высказываний, но он еще и меняет ИЛИ на И, АИ на ИЛИ. Ну, и еще закон двойного отрицания. Он очень просто звучит. НЕ-НЕ-А, это А. Вася дурак. Неправда, что Вася дурак. Ты сейчас соврал. То есть если ты сейчас соврал, что неправда, что Вася дурак, значит я утверждаю, что Вася дурак. Понятно? Отрицание отрицания и есть утверждение. Так, ну на этом мы с вами законы в принципе раскрыли. Есть еще раскрытие под дизъюнктивной нормальной формой. Мы можем раскрыть оставшиеся операции, импликацию и эквиваленцию. Сказать, что А, следовательно, В, это не А или В. Это по конъюнктивной нормальной форме. А А равно В, А эквивалентно В. Чему равно А равно В? А равно В, это значит, что они либо истинны одновременно, или ложны одновременно. Так. Вдох глубокий сделайте. Глубокий выдох. Мы с вами погрузились в алгебру логики и из нее выныриваем. Выныриваем. Больше и глубже в этом курсе мы заходить в алгебру логики не будем. А изучаем мы ее в первую очередь потому, что, во-первых, это относится к построению компьютеров. Я не буду сейчас заниматься логическими схемами. Те, у кого будет это на базовой кафедре или на факультете, может, там радиолабы, там вы пройдете это дело поглубже. Но компьютер строится на логических схемах и или не, ксор, отрицание, да, вот все там работает. И любую логическую функцию можно зашить просто в логическую, в простую логическую схему. Это несложно спаять при желании. Понятно? Так, ладно. И мы с вами сейчас перейдем к конструкциям выбора, кветвлениям и логическим функциям, логическим значениям в языке Python. Так, ну, тем не менее, я начну. Во-первых, логические значения появляются в Python очень просто. Есть две константы. Тип называется, тип называется bool. И создать очень просто такую переменную. Например, я назову flag равно false. Ну, то есть у меня какая-нибудь задача стоит, я хочу определить. У меня среди какого-то набора чисел есть у меня какое-нибудь там конкретное число или его нет. При этом мне все равно нужно весь набор чисел считать, например. Вот flag равно false. Или делится или какой-то из чисел. Прошу прощения, да, я только с C++ пришел. Там с большой буквы, абсолютно верно. Вверхотел это упомянуть, спасибо. С большой буквы пишется false, и с большой буквы, соответственно, пишется true. То есть логическая ложь и логическая истина. Ну, то есть отличают от 0-1 как раз для того, чтобы тип был соответствующий. Ладно, логические операции. Логические операции очень простые. And or not. Они являются традиционными. Как можно поступить? Вот, допустим, я хочу сейчас проверить, что среди чисел есть такое число, которое чему-то равно или делится на 10, например. Вот я беру количество чисел. n равно int input. Дальше я сейчас в цикле начинаю считывать числа. А, зачем, Байл? For. For. I in range n. n в диапазоне n. Я в прошлый раз коротко сказал, как range выглядит. Да, у нее три параметра. Но если ее задают с одним параметром, то это просто стоп. Start равен нулю, step единичка, это просто стоп. Соответственно, от 0 до n-1 диапазон содержит ровно n чисел. А мне достаточно просто, чтобы n раз он сейчас прогнал внутренность тела цикла. И что я буду делать? Я считываю очередного x от input в очередной строке. А дальше смотрите, что я сделаю. Я не буду сейчас использовать логический оператор if. Я, конечно, мог бы тут написать if x%10 равно равно нулю. Да? Ну как, я напишу, только я сотру сейчас. Так что не переписывайте за мной. If x%10 равно равно нулю, если он нацело делится на 10, тогда флаг равно true. Да, так можно, конечно же. Но я сейчас использую как раз логические операции и запишу это дело в одну строку. Скажите мне, пожалуйста, вот это равно равно, это что? Это оператор сравнения. Это как раз арифметикологический оператор. Он принимает в себя два арифметических значения, сравнивает, равны ли они друг другу, и возвращает логический bull. True или false. Соответственно, что я могу сделать? Я могу сказать, что флаг равен вот этому высказыванию. Но, если раньше флаг уже стал true на предыдущей итерации, то мне нельзя потерять его значение. Правда? Я скажу плюс флаг. О, плюс, прошу прощения. Или флаг. Понятно? Если я слово флаг здесь переменую в слово found, нашел, то получается found равно false, то есть пока не нашел. Но я оставлю сейчас флаг. Понятно? Флаг. Как бы не нашел. А потом я говорю, нашел равно x такой какой надо или нашел ранее. Понятно? Или уже нашел. Ясно? Таким образом, арифметикологическое вот это вот действие может заменить мне вычисление, вот это выражение, заменить мне if. И понятность от этого не страдает на самом деле, если уметь читать алгебру логики. Давайте другая ситуация. Я хочу проверить, что все числа делятся на 10. В этом случае, что я говорю? Я говорю следующее, я тоже поднимаю флаг, но теперь я говорю, изначально все числа делятся на 10. Я так буду считать. Давайте считать, что все числа, которые я буду... Ну, а сколько я чисел сейчас перебрал в потоке чисел? Ноль чисел перебрал, ни одного. Значит, все. Да? Здесь нет у нас негров? Ну, я просто высказывание хочу произнести. Все негры, присутствующие в этой аудитории, знают теорию вероятности, квантовую механику. Высказывание истинно, потому что здесь нет ни одного. Понятно? Или все негры, присутствующие здесь, нобелевские лауреаты. Ну, это не ради дискриминации, а ради высказывания. Понятно, почему я флаг в труб оставил? Как только я встречу первое число, реальное число, которое не делится на 10, я флаг должен сбросить. Понятно? Как я это сейчас реализую? Ну, n равно int input. Это понятно. Так, а теперь поехали. Циклом for перебираем столько итераций, сколько тут сказано. For i in range n. Итак, что я буду делать? Ну, считываем x, это неинтересно. Что я говорю? Флаг равно... Ну, давайте здесь я наоборот напишу. Флаг равно флаг... Энд... Флаг и... А дальше высказывание. Кстати, вот проблема возникла. Видите, у меня доска кончилась. А у нас иногда экран кончается. А питон, он очень требовательный к переносам строк. Что же делать? В этом случае предлагается использовать круглые скобки. Ну, всегда же выражение можно взять в скобки. А питон догадается. Он говорит, а, скобка не закончилась, значит, высказывание продолжается на следующей строке. Итак, получается, флаг равно флаг энд. И тут мы записываем то, что хотим проверять для каждого. x процент 10 равно равно нулю. Что получится? Что у меня вот эти вот высказывания, вот эти вот высказывания, логическим перемножением все перемножаются. А начально я перемножаю с единичкой. Но она не обессмысливая. Если бы я перемножал все на фолз, то понятно, нолик перемножил бы все, получилось бы точно нолик. В итоге, да? И итоговое после цикла значение вот здесь вот. Если я распечатаю print flag, то это будет как раз либо истина, либо ложь. Если все делятся на 10, то истина. Print flag там написано. Больше ничего. Если хотя бы одно не делится на 10, то ложь. И то же самое здесь вот после цикла, если распечатаю, то я увижу, что там у меня есть. Так, поехали дальше. Теперь конструкции с ифами. Их эквивалентность и неэквивалентность логическим условным операторам. Итак, вложенные ифы. Вложенные и последовательные ифы. Итак, ну вы видите, что кое-где, кое-когда у нас логические операции могут заменить ифы. А ифы могут заменить, ну в смысле, вот эти конструкции, условные операторы, выполнения при условии. Могут заменить соответствующие логические операторы. Сейчас посмотрим как. Ну, во-первых, мы хотим распечатать, хотим распечатать, да, если число у нас делится на 2 или делится на 3. Да. Ну вот я хочу распечатать. Смотрите, как я это сделаю. Считал число целое. Ну и хочу, соответственно, распечатать, если оно делится на 2 или делится на 3. Как я могу это сделать? Я говорю, if x процент 2 равно равно 0 делится на 2, то тогда принт, да. Если x делится на 3, то остаток при длине на 3 равен 0, то принт, да. О, хорошо я сделал. Почему? Число, которое делится на 6, для него будет напечатано в 2 раза, да. А есть еще одна. Вот иногда говорят, хорошо, если эти условия не исключают друг друга, тогда так нельзя. А если они исключают друг друга? Ну, например, давайте вот исключающие друг друга. И разные варианты действия. То есть здесь 1 напечатаем, а здесь 2 напечатаем. Ну или давайте так, 1, а здесь 2. Ну, давайте, если x равно равно 1, принт, 1. If x и x равно равно 2, принт, 2. Так можно? Так я смог разделить и разобрать эту ситуацию? Кажется, что да. Но кто ж вам сказал, что среди вот этих вот действий, которые происходят при вот этом выборе, ни одно из действий не меняет самого x. То есть не исключена ситуация, что в процессе обработки первого вот этого вот действия у меня x меняется так, что второе высказывание тоже становится истинным. Хотя не должно было одновременно с тем. Понятно? Поэтому таких, конечно, создавать ситуации нельзя, да. И надо их стараться разделять. Ну, давайте, если уж мы все-таки выбираем, сейчас я вернусь к вот этой ситуации, что я печатаю одно и то же, да. Да, потому что я здесь сейчас показывал логическое или. Правильный путь это сделать следующий, да. От этого дела надо переходить к такому. И в x равно равно 1 или x равно равно 2. В Паскале требовалось расставлять скобки вот тут вот. Связано это было с тем, что ор был в Паскале еще и битовым оператором. Многие не знают, что это такое, и до второго курса вам это, ой, у кого-то до третьего, до второго года обучения это может вам и не понадобиться, что такое битовое. Это не надо сейчас. Вот. Но в питоне четко разделены битовое, не битовое или и и. Поэтому просто без скобок, то есть он автоматически понимает, что скобки расставлять надо вот так. То есть логические операции имеют более низкий приоритет, чем операции сравнения чисел друг с другом. Но если у вас хоть какие-то сомнения возникают, расставляйте скобки. Так, понятна логика, да? И один раз пишем print. Да. Так, последовательный разобрали, вложенный. Но, как видите, здесь вот эта вот, она вообще костылявая, эта конструкция. Ее лучше вообще не использовать. Но вот эта конструкция, она вполне возможна, если x равно, а давайте, x делится на 2, да? А внутри него пишу, если x делится на 3, да? Но здесь вот давайте print на 6. Ну, понятно, что тут происходит, число в этом случае делится на 6. То есть вот эта конструкция, она эквивалентна вот такой конструкции, в которой я напишу, если x процент 2 равно равно нулю, end и x процент 3 равно равно нулю. Но до поры до времени, сейчас в последних, в этих там, в C1 ЕГЭ по информатике не такая задачка, но раньше ловили, были такие задачки, на которых специально ловили на подобных вещах. Сейчас покажу. Все эквивалентно до тех пор, пока вы не напишите else. Вот если вы сюда напишите else, то этот else, вот сюда, в эту альтернативу, вы попадете всегда, когда условие ложно. То есть неважно, x не делится на 2 или на 3, или на то и на то не делится, но вы все равно попадете в else. И здесь, соответственно, вы напишите, что он не делится нашим. Не, ну я сейчас не знаю, как написать, не процент 6. Неважно. Понятно? А вот в этом случае, если вы напишите else вот тут вот, например, else, и напишите вот здесь вот print, не процент 6, то получится, что если x делится на 2, но не делится на 3, то у вас ничего не будет напечатано. Понятно? Но иногда бывают как раз такие ситуации, когда вам надо, например, отфильтровывать числа, и в этом случае в else будет ничего, а else я, например, погружаю вот сюда, но если число прошло фильтр, то тогда либо я его налево, либо направо. Понятно? То есть иногда бывает это удобно, но если иначе нету, тогда эти конструкции в принципе эквивалентны. Можно записать и вот так. Так, двигаемся к следующему. Это каскадная условная конструкция. Их две основных, и надо уметь пользоваться адекватно и одной, и другой в нужный момент. Итак, первое. Это... Какую вам первей дать? Давайте я лучше дам первей ту, которая чаще будет вам нужна. Если... А, да, задачку ставлю. Задачка. Вам дано число целое. Требуется напечатать либо букву А, либо В, либо С, либо Д. В зависимости от значения числа. Если число принадлежит отрицательным числам, то надо напечатать букву А. Если число от нуля до пяти, то требуется, не включая, то требуется напечатать букву B. Если оно от пяти включает до десяти, не включая, то надо напечатать букву С. И если оно больше пяти, до плюс бесконечности, требуется напечатать букву D. Если я нарисую диаграмму Эйлера из теории множеств, вот так вот нарисую, то получится так, что у меня есть как бы вот ситуация А и все противоположные, ну все остальные, да. Среди всех остальных есть ситуация B и все остальные. Среди них есть ситуация С и ситуация D. Ну я так вот, можно было на ровный сектор, а я вот так сейчас это разбил. И я именно в этой последовательности сейчас буду и отсекать. Я скажу, давайте рассмотрим вначале все варианты числа, когда оно меньше нуля. если х меньше нуля. в этом случае принт А. А иначе, А иначе, А иначе если. Посмотрите внимательно, возникает вот такая вот глубокая, неприятная, не переписывайте, последнее слово не переписывайте. глубокая конструкция. И дальше она будет углубляться. Не переписывайте, пожалуйста, я только покажу, что произойдет дальше. Я буду опять дальше писать, а иначе, если, к этому, если будет, иначе будет снова else. И возможно у меня это будет еще дальше погружаться, если у меня будет больше разбора этих конструкций. У меня будет все уезжать, уезжать на 4 пробела вправо. Очень неудобно. И эта конструкция линиаризуется. Но поскольку синтаксис питона требует сдвига, то в питоне есть специальная синтаксическая конструкция сроченный элиф. Else if сливается в элиф единой вот такой конструкции. Получается, что сюда я попадаю только тогда, когда x уже не меньше нуля. То есть здесь x больше либо равно нуля уже является гоустом, призраком. Ненаписанным, но абсолютно верным утверждением. x не меньше нуля в данном месте. Значит я могу не спрашивать, что x больше либо равно нулю, а могу просто написать x меньше 5. Правда? Ну, чтобы не забыть о том, что при этом x больше либо равен нуля, я могу здесь написать комментарий. x больше либо равно нуля. Да? Ну, поскольку мы сейчас не на питоне пишем, то я вот так напишу. Да? Вот это уже пишем. Соответственно, в этом случае print b элиф. Иначе если x меньше 10. При этом уже и первое, и второе высказывания ложные. x не меньше нуля и не меньше 5. Ну, меня сейчас интересует вторая часть, то, что он не меньше 5, более строгая. Да, в этом случае я буду печатать c. и до последнее, что мне возникает, в этом случае я пишу просто else. Но вы знаете, есть тут лукавство. Иногда программисту банально кажется, ему кажется, что он учел все варианты математически возможные. Понимаете? кажется. Ну, вот в этом случае я вроде бы убежден. Ну, уж в этом-то случае x больше либо равно 10. Но, иногда имеет смысл вот здесь сделать еще раз элиф x больше либо равно, то есть описать эту ситуацию и к ней написать else, в котором написать print impossible. А лучше даже не print impossible, а какой-нибудь raise error. Вот raise, вызвать ошибку. Ну, там можно банально единичку на ноль написать, чтобы если он дойдет до этой строки, то он точно вылетел. И мы увидели, что случилось что-то невозможное. То, что программист считал категорически невозможным. Вот расстановка таких вещей, хотя сейчас мы только начинаем изучать программирование, расстановка вот таких специальных ловушек в тех местах, куда точно не должен наступить, программа не должна их вот, является одним из приемов высшего пилотажа в программировании. Вот, потому что опытный программист это делает обычно. Это расстановка эссертов разных и называется это проектирование по контракту, если это применяется системно. Ну, в данном случае я просто пропишу else, потому что автоматически х не меньше 10, то есть х больше либо равно 10, и print соответственно d. Так, ну и вторая задача и вторая конструкция. Допустим, мне требуется определить четверть. Первая, вторая, третья или четвертая. конечно же, я могу это сделать точно так же, как и тут. То есть я могу написать if x больше нуля, а я считаю сейчас, что точка xy точно не на оси. Она не на осях, не на одной. То есть не равны нулю, чтобы сейчас не мучиться. В этом случае я, конечно, могу расписать это вот так вот. Раз, элиф, 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 элс. Но я сейчас делаю вот так. Я скажу, если у меня давайте что отсечем? Первую и вторую, да? Если y больше нуля, если y больше нуля, то и у меня внутри два подслучия, то есть у меня здесь внутри нужно разбить на если x больше нуля и иначе. в этом случае я печатаю и, то есть первая четверть, да, и иначе я печатаю я еще раз говорю, исключаю сейчас ситуацию, когда у меня либо x, либо y равно нулю. То есть считаю, что этого быть не может. И иначе, соответственно, если x меньше нуля, то это третья четверть и иначе, соответственно, четвертая четверть. v и, понятно? Ой, что там? и v наоборот. и v. а? Где y меньше нуля? Вот тут? Вот тут? После else ничего не пишется. else автоматически выполняется, если условие проверили, если оно ложно, то мы прыгаем сюда, вместо того, чтобы прыгать сюда. В результате у меня будет выполнено, вычислено вот это, а потом в зависимости от него будет вычислено либо вот это, либо вот это, и я в результате либо один из принтов только напечатаю. В итоге, надо сказать, что вот эта конструкция бинарного разделения, она напоминает такое двоичное дерево решений, она часто очень тяжело читается. Вот эта линейная намного удобнее и лучше. Если строка равна, там S равно мама, то, иначе если S равно папа, то, иначе если S равно брат, то и так далее, а иначе иди отсюда. Неизвестный мне человек. Так, на этом мы с вами сегодня заканчиваем. Спасибо вам большое. На следующей неделе системы счисления.